7.00 Открываешь глаза и вместо потолка видишь его. Потом его. И добиваешь остатки разума тем, что сталкиваешься взглядом с ней. С таким началом можно не сомневаться, что день будет как минимум нетривиальным. С развеселой компанией жертв таксидромиста-юмориста мы зазнакомились на хуторе Казаны, в один из чудных сентябрьских уикендов. Информации об этом живописном местечке в массовом доступе практически нет, мы проверяли. Поэтому случайных людей здесь не бывает. Если ориентировочно, это недалеко от Златоуста, в районе хребта Уринга. Попадают на хутор прожженные лесные бродяги, которые, собственно, нас сюда и заманили. Заманили сладкими обещаниями веселья, труднопроходимого болота и моря грязи. А на такие обещания мы ведемся легко, как дети на сладкую вату. Откуда эти люди? Кто они? Так у нас солянка, как обычно. Челябинск, Златоуст, Миас. Ну, вся наша Челябинская область. Давайте быстренько познакомимся с нашей квадробандой. Олег Березин, город Златоуст. Многократный участник всевозможных трофей, заслуженный мастер спорта по гребле в грязи. Мы доработали этот маршрут и будет поинтересно. Примерно такое же досье у Сергея, Валерия, Антона и Евгения. Слаженность этой пятерки можно оценивать уже только потому, что для общения друг с другом им достаточно всего лишь двух слов. Вам мы их не скажем. Еще один человек, который понимает, где мы находимся и куда поедем, Виталий Скорик, директор салона сейф-мота в Челябинске. Прямо сейчас он четко сформулирует цель нашего похода. Куда едем? Вопрос. Едем, главное ехать. А куда едем? Это уже не важно. Вообще, как бы, конечная цель у нас вернуться домой. Вот человек, который не знает, куда мы едем, но с энтузиазмом готов ко всему. Байками про непролазные вебри его не напугать. Где уже наша не пропадала? Перемехалась. Я с тобой не разговариваю. Стас и Олег тоже за любой кипиш. Уже с утра успели установить лебедку, подготовиться к болоту и тщательно порадоваться этому событию. Стасик, спляши. Больше всего сегодня везет новичкам Кириллу, Игорю и Максу. Свеженькие и острые ощущения им гарантированы. Макс, как дела? Не страшно. Ты болото очкуешь? Ты кимор боишься, что ли? А, людушка. Как настроение? Скажи мне. Отлично. Отлично. Чего ждем? Первый раз. Незабываемых ощущений ждем. Смотри. PCI. А это самые главные человеки в команде. Механики. Жека и Николай. Шланг сломался. Шланг сломался. Кирилл. 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 Когда мы с тобой буксовали. Зачем мы с тобой буксовали, а? Я не знаю. Если они с нами, можно вообще ничего и никого не бояться. Никого, кроме них. Ну что, шоколадки упакованы. PCI померены. Пильник шурум-бурум. Погнали. Пильник шурум-бурум. Первые километры мы просто едем. Балдеем от ветра и веток в лицо, плещемся в небольших лужицах, скачем сигалетками по кочкам, жуем что-нибудь на небольших остановках, поем и пляшем. Город с его суетой далеко, а вокруг сами видите, как здорово. Продолжение следует... На техническом привале с целью починки лебедки оцениваем боевой настрой. Кому-то вот и этих скачек уже хватило. Макс, как дела? Что-то уже тяжело. Все, уже пересаживаться готово. Троль такой, да? Движемся мы как сумасшедшие, просто уже цель близка. Мы хотим верить, что мы победим. Сколько нам до целей осталось? По времени. А по времени много. До завтрашнего утра мы совершенно совпадим. Как дела? Супер, огонь. Грязи мало? Пойдет. Пойдет? Надо еще? Нет. Все отлично, продукты жалко. Колбаса превратилась в бар. Подуставшие в меньшинстве, остальные ждут трэша. Юрий Михайлович! Что тебе надо? Как едем? Нормально едем. Грязь. Грязь. Глаза летит, видишь? Нормально грязи-то? Нет, мало. Еще надо? Жека, как дела? Замечательно. У меня же елки. Жека на елках у нас? На соснах. Все, Жека, грязи мало? Мало. Нормально, амортизатор. А вы кто? Мы с соседнего кордона. Соседи. Вы как сюда добрались вообще? Мы по-тихому. По приборам или по звездам ехали? По солнцу. По солнцу ехали? Да, звезды же ночью. А, Семен, Семенович, ты лошара, звезды-то ночью. Несколько часов спортивно-прогулочных гонок, и мы добираемся до самого интересного. Время уже ближе к вечеру, и до Мартыновского болота нам осталось всего пара сотен метров. Единственное что-то интересное будет за сегодня. Это болото. Мы ехали за болотом. Мы ехали за болотом. За болотом. За болотом. За болотом. Где болото? Покажите пальцем. Да? Там болото. Болото готовы? Да так что-то не очень. Очкуем? Еще-чуть. Подкрепившись с салом и сникерсами, наша бригада лесных квадротроллей направляется, наконец, в свою стихию. Зачем? Как зачем? Копаться в грязи и троллить бобров? Пониженный передач. После включения пониженной начинается полная мозговая перезагрузка. Думать в этот момент можешь только о том, как передвигаться в жиже. Еще и вместе с техникой. И ни о чем другом. Засесть можно на раз-два. И здесь уже не важно, профи ты или новичок. Засядешь в любом случае. Тут основные полезные гаджеты. Это элементарные знания физики, мышцы и ребедка. Протяженность участка что-то около километра. Качество в прелесть. Кочки, жижа прекрасной степени вязкости, трухлявые деревья, пеньки. Хочешь греби, хочешь ползи, хочешь просто валяйся. За эту тысячу метров можно наконец-то почувствовать себя нормальной, полноценной свиньей. Думаете, мы чокнутые? Да не то слово. Впереди у нас красиво и в спортивном темпе ползен Платоуст. Больше всех из этой компании повезло Сергею Попову. Порвался трос и радиус выбора деревьев для винчевания сократился как минимум в боя. Такая же история приключилась с Кириллом и Игорем. Первый раз в болоте и так повезло. Лебедку порвали. Лебедку порвали? Да. Побуставали. А вот Виталий доволен. Проходит жижу методично и аккуратно. Как болото? Болото? Супер. Юрий Михайлович выбрал правильную стратегию держаться поближе к Джеке. Даже не потому, что он механик, а потому, что с ним весело. Как болото? Маленькое. Шоколадней всех оказалась Коли с Максом. Вдвоем лебедиться и тащить квадроцикл гораздо веселей. Впрочем, порвать трос это не помешало. Ориентир для финиша вот. Плотина, над которой, похоже, потрудилась целая стада бобров. Ждем, пока подгребут остальные и считаем потери. Четыре порванных троса, оторванный глушитель и так-то все. Можно сказать, обошлись малой кровью. Информация для ярых защитников природы. Не волнуйтесь, ни один бобр не пострадал. Мы их даже не видели. Еще из спецэффектов в этом походе нам достались ночь и легкий дождик. Стемнело практически сразу, как мы выплыли из болотной кашицы. Ночью не жарко. Надо бы сказать, совсем не жарко. На скорости освежает ветерок. Слегка влажная холодная одежда приятно липнет к телу. В общем, если вы красная шапочка и ночью прогуливаясь в глухом лесу встречаете компанию грязных мужиков, дружно стоящих вокруг костра в немного загадочных позах, не смущайтесь и не бойтесь. Им точно не до вас. Слушаем попы. На базу мы вернулись часа в три ночи. Вернулись удовлетворенными и слегка подмерзшими комками грязи. Высказать впечатление смогли только на следующий день. Давай пару слов. Как это было? Иди ты знаешь куда, блядь. Макс. У меня нету нормативных боксиков. А у меня есть. У меня есть и нормативные, и ненормативные. Все почему? Потому что я получил максимум удовольствия. Сейчас еще маленький рывочек. Я приеду домой и скажу в баню. Колямба. Баня забита. Расскажи мне, как ты вчера устал? Я просто спал. Я не устал. Я спать. Он уснул на квадроцикле. Почему? Но спать хотел. А вам как? Болотце? Болотце замечательное. Мне больше всего понравились звезды ночные. Когда я вот вас сидел, ждал. Валдел. Костерок, романтика. Женщины не хватало. Ребята. Стасик, как тебе поход? Скажи мне. Исключительно хреново. Давай, у тебя сейчас есть возможность в камеру рассказать жене, как ты провел выходные. Скажи, я ничего плохого не делал. Я вообще ничего плохого не делал. Если не выгонять только из дома, и все, и нормально. Я пытался звонить, и связи нет. Было замечательно. Еще раз поедем. Что еще добавить? Во-первых, Коля. Макс точно запомнил тебя на всю жизнь. Жека. Ёлки супер. Виталий. CFMoto. Челябинск рулит. Юрий Михайлович. У нас к вам, как всегда, два вопроса. Игорь и Кирилл. Добро пожаловать в ряды квадроманов. Стас и Олег. Ну что, отдохнули? И лебедка целая. Всем из Златоуста огромный теплый привет. Два волшебных слова теперь прочно в нашем арсенале. Пользуемся. И специально для вас из Челябинска импровизация на любимую мелодию. Рифмы на ваше усмотрение. Продолжение следует. Продолжение следует.